Вот раз, так, вот сюда. Крупные стежки, выполненные лентой на сетке, появляются один за одним. На первый взгляд может показаться, что нет ничего проще. Но опытные мастера утверждают, чтобы сделать качественную маскировочную сеть, тренировке нужно уделить как минимум несколько дней. Как начинается плетение сети? Ставится задача, какая сеть нам сейчас нужна. Получаются вот такие ленты. Эти ленты разбираются по цветам, то есть определяется основной цвет. И сеть сначала рисуется. Вся работа выполняется строго по шаблонам, утвержденным Министерством обороны. Размеры сети, длина стежка, поворот ленты – каждая деталь требует пристального внимания. Руками Людмилы Жадановой изготовлены сотни маскировочных сетей, которые сейчас используют российские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации. Сегодня Людмила Борисовна проводит первую вводную лекцию для волонтеров Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Уроков, на которых студенты-волонтеры узнают обо всех секретах и тонкостях искусства плетения, будет несколько. Пока очень сложным кажется. Ну, вот по виду так легко вроде, а когда, думаю, возьмусь, ничего не получится сначала. Сначала рассчитываю хотя бы попытаться и не опустить руки для начала. Так как мы студенты, я думаю, что наша помощь все равно как-то полезна. Реально хотя бы вот. С первых дней специальной военной операции студенты колледжа сервисных технологий и дизайна помогают армии. Их руками сшито большое количество вещей, которые сегодня греют наших военных. Не забывают и о моральной поддержке. Студенты регулярно пишут трогательные послания для военнослужащих в рамках акции «Письмо солдату». 25 января – день студента. Я считаю, что студенты в плане социальной активности, добровольчества – это одни из самых передовых вообще людей в обществе. Поэтому мы в этом году решили стартовать новую акцию в продолжении работы нашего волонтерского центра «Мы вместе». Маскировочные сети, изготовленные волонтерами в рамках областного патриотического марафона «За Россию», проверят в отделе технического контроля. Изделия, которые будут выполнены безукоризненно, отправят в зону проведения СВО. Мастер-классы по плетению маскировочных сетей также пройдут в Самарском государственном университете путей сообщений и в Самарском юридическом институте ФСИН. Александра Гусева, Сергей Баскин. События.